Максим, ну давайте признаем честно, вы настолько в свое время не интересовались политикой, что попали в украинскую базу миротворец. Вчера задают вопрос, что вы там делаете, и понимаете ли, за что прилетел? Мне этот вопрос задают не часто, и украинские СМИ, наверное, из деликатности ко мне задают этот тоже вопрос, из чувства деликатности не часто, но я всегда приветствую, когда украинские СМИ задают мне этот вопрос, потому что ответить на него, надеюсь, вменяемо, и вменяемым людям, или вменяемым ресурсам, это в принципе нормально, я считаю это продуктивно. Я, разумеется, знаю, за что я попал в списке миротворцев, но тут нужно разделить две вещи. Значит, мы выступали на тот момент уже аннексированным Крыму, и тут нужно четко разделить. Многие говорят, что мы поддержали аннексию Крыма. Значит, для того, чтобы в теории ничего мы не делали поддержать аннексию Крыма, ее можно поддержать откуда угодно, с того же самого берега Слоновой Кости, заявив, что я поддерживаю кто-то, не я, а кто-то поддерживает аннексию Крыма. Либо есть вторая составляющая, это появление на территории Украины не по правилам прохождения пограничного и таможенного контроля. С этим я абсолютно согласен. Значит, как я говорю, но я ничего нового не скажу, потому что моя точка зрения на это не меняется. Во-первых, я это сделал по глупости, потому что тогда я жил совершенно другими вещами, я жил нашим американским проектом, который начал, это мои первые шаги в США, проект начал очень сильно страдать, кстати, из-за того, что произошло вторжение России, собственно, в Крым. Ну, я тогда был просто одержим этим проектом, но и по ходу там какие-то вылезли концерты, поехали работать, поехали работать. Является ли незнание закона? Окей, мы все прекрасно знаем, что незнание закона не освобождает от ответственности. Именно поэтому я, собственно, на территории Украины уже не появлялся, по-моему, захлестом то количество лет, которое, в принципе, не должно появляться, значит, вот гражданин России, нарушивший пограничный, как сказать, паспортный режим или таможенный режим пересечения границы Украины. Давайте я буду сам к себе сейчас строг и могу сказать, что самим фактом появления и, ну, вот, концерта, то есть факта концерта в аннексированном Крыму я уже так или иначе поддерживаю или кто-либо поддерживает аннексию Крыма. Ну, можно говорить так. Я могу сказать одно, что когда мы выступали в Крыму, мы задавали вопрос. Имеет ли данное мероприятие какую-то политическую окраску? Нам честно говорили, ну, как честно, мы вам честно говорим нет. Вот тогда нам этого хватало. Было ли глупостью это? Ну, я думаю, было. Как я говорю, если бы у меня была возможность отмотать назад, отказался бы я от этих концертов? Ответ. Да, отказался бы. Но время отмотать назад нельзя. Скажем, на довоенную ситуацию, прям вот за несколько месяцев до войны нам поступали какие-то предложения выступать в Крыму. Мы отвечали, да, мы готовы выступать в Крыму в том случае, если мы пройдем границу правильным путем. То есть мы заедем в Крым с территории суверенной Украины. Ну и, разумеется, там, разумеется, все надо понимать. Следующий этап, это действительно понятие, является это какой-то абсолютно нейтральный там концерт. Или в этом есть политическая подоплека. Политическая подоплека, скорее всего, есть и была бы на тот момент всегда. То есть мы бы брали все равно на себя какой-то риск. Для того, чтобы минимизировать этот риск, надо было бы очень серьезно проверять организаторов. Но чисто формально мы, разумеется, могли бы посетить Крым, если бы мы с территории Украины приехали в Крым. Но тем украинцам, которые говорят, что не хочется все это слышать, все, что я сказал до этого, они говорят, вот, мы сейчас нас поддерживаете, а до этого поступали так-так. Ну, я говорю две вещи. Первая вещь, я вообще ничего не должен никому объяснять. Я живу в свободной стране, и все, что я делаю, я делаю от чистого сердца. Я от чистого сердца плачу налоги в США. США от чистого сердца или там по каким-то плюсам еще соображениям поддерживают Украину. Мне эта ситуация вполне устраивает. Мы, как можем, это делаем тоже. Мы это делаем не для того, чтобы нам вешали какие-то там, я не знаю, знаки отличия органа. Мы это делаем от чистого сердца. Пока Украине надо, она принимает нашу помощь. Украине станет не надо, но Украина перестанет принимать нашу помощь. Вот, собственно, и все. Вы хотели получить в лице меня какого-то ангела, безгрешного человека, не допускающего ошибок. Нет, это не произошло. Мы все живые люди. Мы будем жить дальше. Мы будем дальше совершать ошибки. Я буду стараться делать выводы из тех ошибок, что я совершил, что не гарантируют меня. От следующих ошибок я буду делать my best, чтобы их не совершать, но кто может быть гарантированным. Вот и все. Максим, но вы вот сейчас можете вот в это время убедиться, насколько украинцы не злопамятная нация. Ну вот у вас, да, есть, вот ваша ситуация с Крымом. У вас на одной чаше весов вот эта глупость, которую вы сотворили. Езжали в Крым, давали там концерты. На другой чаше весов помощь, которую вы оказываете Украине. И гуманитарная, материальная, и культурная. Ваши песни об Украине. Мы недавно спели на украинском. И вы же видите ответ от украинской аудитории. Пока Россия вас травит, украинцы миллионы собирают у вас просмотры ваше видео. Десятки тысяч хороших комментариев именно от украинцев. Вот вы ожидали такой реакции именно от Украины на ваше творчество сейчас? Вы знаете, тут, конечно, я прежде всего соглашусь. И это очень приятно. Я в качестве иллюстрации своего согласия могу еще раз повторить. Я это тоже не раз уже говорил, что когда вышла первая версия песни Украина, это был какой-то наш общий вайб со всем народом. Ну, я говорил со всем народом, я, разумеется, сейчас преувеличиваю. Но мы поняли, что такое народ. И, конечно, безулно огорчает, что такое чувство мы испытали на фоне такого горя. И по причине такого горя я не хотел бы этого. Но, с одной стороны, с другой стороны, то, что эта песня так сфибрировала, это, безусловно, конечно, это просто нельзя объяснить. Знаете, наверное, как мужику женщина никогда не объяснит, что такое чувство, когда она ждет ребенка, когда она дает жизнь ребенку. Это совершенно разное, я просто не знаю. Наверное, это то чувство, которое нам, мужчинам, никогда не дано испытать. Наверное, тем, кто так не вибрировал с народом, не дано испытать того чувства просто, потому что это совершенно другая история. И тут речь идет о полном согласии с вашими словами и тем, как к нам отнесся народ. Вот. Ну, помимо этого, мне бы хотелось немножечко все сместить на более какие-то такие обыденные, что называется, рельсы, но это очень важно. Я, вследствие того, что мы делаем, и как бы вот наш завершающий концерт предыдущего, первого колена, мы называем «Лэг», actually, «Ноги Лэг», первой серии европейских концертов, он завершился в Утрихте в голландском городе, и не только там, но и там, в частности, мне довелось общаться не только с русскими, а с украинцами, которые находятся на острие событий, вот именно таких событий, как переезды, значит, Украина-Европа, Украина-Европа, перегон, значит, транспорта и так далее и тому подобное. Я вам скажу сейчас одну очень интересную вещь. Тем людям, которые выполняют тяжелую каждодневную работу, не на фронте, но работу по поддержанию собственной страны Украины, если это украинцы или русские, им вообще на какие-то условности по барабану. Эти никогда не спросят нас, почему мы в таком-то году оказались с концертами в аннексированном Крыму, потому что они прекрасно все понимают. И те ответы, которые я вам давал полторы минуты назад, эти ответы были направлены по отношению к украинскому не на острие событий, находящимся гражданину, потому что таковых, как и всех, мы уважаем не меньше. Я могу вам сказать, что украинцы, украинцы и по происхождению, и по паспорту, или полукровки именно по происхождению, но украинцы по гражданству, огромные сейчас пользу приносят в своей стране. Они говорят по-русски с буквой «г», а не «г», в зависимости от того, откуда они. Они могут сказать совершенно спокойно «украинский», с ударением на «а». Они это говорят в обычной речи, для них это не имеет никакого значения. Это такие, как я, хорошо научились, ну, опять же, из уважения, искреннего уважения, поговорить не украинский, а украинский. Говорить в Украине, а не на Украине. Ну, кстати, в Украине говорят практически все, и украинцы. Но украинский говорит, поверьте мне, огромный процент украинцев, которые помогают, и разных украинцев. Разных. Им это по барабану, им эти атрибуты, да, они их тоже, разумеется, уважают, но когда они чисто инстинктивно допускают такую ошибку, на которой сейчас бы развернулась огромная дискуссия среди, например, украинцев, которые живут в довольстве и достатке со пределами Украины, с паспортами других государств, и которые этому уделяют огромное внимание, огромное внимание, которых я тоже уважаю, не меньше остальных. Но просто их бы энергию, да в другой образ. Ну, будем надеяться, что придет время, и дойдите вы концерт в Крыму, уже законный, в освобожденном, в украинском, в Вийном. Тем более подготовку вы ведете, вот там у вас уже есть один куплет на украинском языке, да? Кстати, хочу похвалить, очень хорошее произношение у вас. А, возможно, и к тому времени альбомчик соберется из украинских песен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok